На разрушенном коллекторе под Абаканом сегодня начались масштабные восстановительные работы. Главная задача коммунальщиков – максимально быстро уложить новую 40-метровую трубу. Напомним, еще в середине марта из-за ветхости обрушилась конструкция, по которой бегут сточные воды из республиканской столицы. Это едва не привело к экологической катастрофе. На месте ремонта побывал Константин Кравцов. Он расскажет, почему основной этап решено проводить сегодня глубокой ночью. Метровая в диаметре, 40-метровая в длину. Поэтому пластиковая труба, специально изготовленная в Подмосковье, должна стать настоящим спасением для жителей Хакасии. Она заменит разрушенную конструкцию, которая прослужила полвека. Коммунальщики прямо на месте собирают ее словно конструктор. Затем начнется укладка и герметизация. Но все это будет происходить уже ночью, когда напор сточных вод будет минимальным. Вся сложность в том, что остановить сточные воды Абакана невозможно, как говорилось уже ранее, это максимальный останов на максимум 2,5 часа. Вот это вся самая сложность. Почему мы не стали скрывать дальше участок? Потому что земля мерзлая. Телеметрия показала, что износ свода коллектора очень достаточно большой. Поэтому для того, чтобы земляные работы произвести, это надо долбить землю. Долбить будем, соответственно, обвалится. Порыв на коллекторе случился еще в середине марта. Настоящая река из нечистот фактически хлынула в грунт. Главная задача коммунальщиков сейчас локализовать участок. А далее строительство обводного канала. Экспертиза показала, почти 300 метров трубы требует экстренной замены. Стоит полагать, что тяжелая техника здесь будет работать еще не один месяц. Тут прогнозно очень сложно. Я хочу сказать, что техническое решение принято, финансовое решение принято. Самое главное сегодня за проектным институтом, который подготовит проект. Он должен быть грамотным, потому что должны быть соблюдены в том числе и уклоны, и все технические условия, которые требуются. Я не буду загадывать по срокам, но будем заниматься постоянно. Юрий Курлаев также заверил, что для жителей окрестных населенных пунктов нет опасности заражения. Яды не успели просочиться глубоко. Это подтверждает и Роспотребнадзор. Впрочем, специалисты рекомендуют кипятить питьевую воду на всякий случай. Константин Кравцов, Антон Новожилов, Вести, Хакасия.